Все овощи смотрели кто в пол, кто по сторонам, и на их щечках горел румянец. Они не могли смотреть ей в глаза, и вдруг выскочил бурячок и сказал, Яв, я пойду с тобой, никуда ты не пойдешь, сказала его мама. Овощи очень боялись соколов. С тех пор, когда их схватили, они перешептывали, что нам их не победить, мы к ним не пойдем. У нас дети, говорили они, морковки нам не братья. Кто что говорил. Морковочка растерянно смотрела на них и говорила, ну как же, мы должны же помочь ему. Ну вы посмотрите, он же маленький мальчик, его забрали родители. Он же выпал, он выпал и летел, если бы не деревца, он бы разбился. Он упал на веточки, на паутинку и больно ушибся. За ним даже не вернулись, потому что он очень маленький. И сочли, что он не такой съедобный. И он от жажды умирал, пока его не подобрали крыски. Ну неужели, что мы его бросим? Мы его воспитаем, как своего, сказали овощи. Но мы никуда не пойдем и никого не отпустим. Какие же вы трусы, редисы, но вы... Мы должны охранять город, говорили. И морковка поняла, что никто, никто не хочет с ней пойти. Это и к лучшему, сказала она. Вы знаете, еще и за вас переживать я не хочу. И она медленно побрела к дому. К дому ей было идти долго, это в истории быстро. На самом деле это прошли полтора часа. Так шла она к дому среди города. Смотрела на этот город. Он очень преобразился. Весь он был в красках. Висели везде флаги. Было все раскрашено. Он очень был красивый. Дома были раскрашены в разный цвет. Они были многоэтажные. Ей снова приходилось покидать этот город. Она шла к своему дому. Не, я даже не должна идти к соколу. Если я пойду к соколу, у него беременная его жена. Жена голубиха у него беременная. И она скоро родит птенцов. И если я его попрошу, он не сможет отказаться. А я знаю, что он должен быть дома, чтобы помогать жене. Дедушке, бабушке я напишу записку. И она своей маленькой ручкой птыкнула пальчиком в черниль лицо. Начала писать. И она писала. Мы, а, мы, а, и, п, а, п, а, п, а. Она писала. Мама и папа. Я ухожу на спасение морковочки. Вы очень старенькие. И взять я вас с собой не могу. Простите, что я не могу с вами проститься. Вы придете аж вечером. А времени у меня нет. На этом у нее закончился листочек. Где взять еще один она не знала. И она поставила свою подпись. А подписью ее была. Это она тыкнула всю ручку в чернильницу. Подождала, пока с нее стечет все. И вот так вот кляксу поставила своей ручкой. Надела свой плащик. Подпоясалась поясочком. И зацепила за него свою булавочку. Булавочка была уже другая. Потому что та булавочка была подарена королю жам. Как и обещала она. Но дедушка ей сделал другую. Она ее под поясочек заправила. И направилась в сторону склада. В складе она попросила редисов, яблочко. Чтобы они ей докатили до плотика. Все жители шли следом. И кто протягивал ручки. Бурячиха держала бурячка. И говорила, морковочка не надо. Не уезжай. Все очень не хотели, чтобы она уезжала. Но они могли с ней идти следом. Некоторые пытались. Но у них очень тряслись ножки и ручки. И они пытались с ней пойти. И даже как-то пытались собираться дома. Но их ручки и ножки очень сильно дрожали. Они садились. Ну просто овощи были очень трусливые. И ничего с этим было поделать нельзя. А крыски при одном упоминании о соколах вообще не могли шевельнуться. И некоторые из них инстинктивно падали и делали вид, что они умерли. Помочь ей никто в этом не мог. Жабки боялись. То есть сокола были природными врагами любых. Единственные, кто решились ей помочь, это пиявочки. Но только потому, что сокола их не видят. И пиявочки под водой находятся. Вот они согласились дотолкать ее плод. Больше они ей помочь ничем не могли. Жабки выдали ей мазь, чтобы она была невидимая. И загрузили яблочко. Паучки его зацепили паутинками. Вот. И вдали стали скрываться. Все ей махали руками. Очень многие очень плакали. Это было для всех большое горе. То, что произошло. Все очень любили морковку. И, кстати, внутри очень многие надеялись, что она поможет им как-то договориться с термитами. С этими жуками, которые ели деревья. Они не сильно верили, что забрасывание кокулями как-то поможет. Потому что все дерево уже было заляпано кокулями. А термиты продолжали жить под корой и его кушать. И вот вдали, вдали прощался берег. И все окутывало туманом. Был солнечный день. Куда плыть она знала. Она направлялась сейчас к... К этому самому острову, на котором жили жабки. Подплывая к острову. Она уже видела его в отдалении. Прошло много часов. И она уже подплывала к этому острову. Вдали она услышала, что там гуляния. Жабки всегда гуляли. Они не умели не гулять. У них всегда были песни, пляски. Они очень хорошо зарабатывали яблочки. Им давали много яблочек. Там опять были какие-то гуляния. Они, кстати, интересно, что за это время подружились с мухами. У них было много механизмов прятаться от соколов. У них были уже созданы дома из тростника. И здесь жили даже некоторые овощи. Они сюда переезжали. Здесь торговля происходила. Многие овощи пытались учиться тоже петь и стихам. Однако у них это плохо получалось. С жабками соревноваться было очень сложно. Жабки были очень мудрыми мыслителями. И морковочка решила спросить совета у главного жабки. Потому что без совета ей было не обойтись. Вот она подходила к центральному, самому шикарному домику. Кругом ей махали ручками жабки. Все ее знали. Ну, очень многие ее очень любили. Вокруг нее ходили маленькие жабки. Детеныши на задних лапках. И строили вид, что они тоже морковочка. Они палочку затыкали себе за пояса. И шли как будто бы они тоже морковочки. Многие себе грибу делали из тростника. На голову цепляли как будто бы они морковочки. Им очень хотелось почитать морковочек. Потому что у них очень много было сказаний про героизм морковочки. Весь город собирался. Все подходили все ближе. Всем было интересно, зачем она приехала, что произошло. И вот у самого красивого здания вышел ихний король. Морковочка бросился он к ней. Как же так? Где же ты пропадала? У меня привело к вам горе, сказала она. Все расселись рядом за столами. Морковочки налили росу. И она стала пить росу и рассказывать. Да, вот так вот, представляете, напали. Ну, наверное, соколак тоже еще. Видимо, они к нам пытались, не получилось. И они, видно, туда полетели. Это мы виноваты. Надо было давно их найти. Я давно собиралась к ним. Но думала, зачем у них там все хорошо. Вот. А еще, казалось, они тоже кушают яблочки с той стороны. Да. Вот так вот. Яблочек вечно не хватает. Их там караеды, вы же знаете. Ну, да. Ну, вы знаете, да. Как улями их забрасывает. Но пока не помогает. Вот. И я... Так тебе, может быть, нужно оружие? Нужна шпажка? Нет, у меня новая шпажка. Смотрите. Даже золотая. А-а-а! Золотая шпажка! И он аж... Его ручки затряслись. А ты не хочешь ее обменять на мою шпажку? Да, конечно. А что твоя какая шпажка? А вот она. И он вынес ее. А она уже вся была ржавая. Но у тебя шпажка вся ржавая. Ну, да, ржавая. Понимаешь? Она, видно, из железа. А железо ржавеет. А твоя вот из какого-то материала такого, которое не ржавеет. А можно мы поменяемся? Ой, конечно, можно. Ты мне только дай совет. Она отдала шпажку. Мне все равно. Может, я погибну. Может, и не понадобится. Но эта шпажка, я смотрю, по-прежнему острая. Да, мы самое важное ее точили. Вот. Постоянно об камышек терли. Наши лучшие мастера постоянно ее воспевали. Она очень долго нам передавалась из поколения в поколение. Но она теперь, смотри, какая стала ржавая. И совсем, ну, совсем не имеет вида. И все жавки очень радовали, что у них появилась новая булавочка, которая не ржавеет. Нет, мы пойдем с тобой, сказали жавки. Нет, я вас знаю. Как только вы подплывете на определенное расстояние, у вас начнут труситься лапки. Ну да, сказал жавка. Мы очень боимся соколов. И они все расстроились. Ну, может быть, ты мне дашь совет? Как же мне туда пробраться? И началось обсуждение. Ну, а это уже в следующей истории.